24 мая важнейшая дата для истории и культуры целого ряда государств Восточной Европы. В этот день вспоминают Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. В столице Верхней Волжья праздничные мероприятия традиционно прошли в сквере перед зданием филологического факультета Тверского госуниверситета. Когда два уроженца восточно-римского города Фессалоника, монахи Кирилл и Мефодий, создавали в IX веке для славян собственную азбуку, они едва ли могли осознавать историческую важность своего дела. В итоге, благодаря им, кириллиц теперь имеет хождение на огромном пространстве, от Адриатики до Тихого океана. Сегодняшнее утро началось во всех храмах нашей митрополии с молитвы к святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые перевели богослужебные книги, священное писание и сделали нас наследниками общего культурного кода, присущего славянским народам. В столице Верхней Волжья празднования традиционно прошли на проспекте Чайковского. Именно здесь находится здание филологического факультета Тверского госуниверситета, в котором когда-то и зародилась местная традиция отмечать День славянской письменности. Несколько десятилетий тому назад заведующая кафедрой русского языка профессор Роза Дмитриевна Кузнецова открыла этот праздник не только для нашего вуза, но и для всего региона. И когда-то это было всего лишь одно маленькое мероприятие на кафедре русского языка. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия ограничились торжественными речами и возложением цветов к памятнику Кириллу и Мефодию. Однако участники праздника надеются, что 24 мая 2022 года им удастся снова вернуться к привычному формату многолюдного шествия. Субтитры создавал DimaTorzok